Уважаемые леди и джентльмены, месье и мадам, гера и фрау, товарищи и товарищи, Вотоканал приветствует вас. Начинаем очередное заседание Петербургского клуба джентльменов, и с вами я, президент клуба Константин Милихан. Звоните нам по телефону, задавайте свои вопросы, если нет своих, задавайте чужие, мы ответим, ответы у нас уже заготовлены. Ну, а я хочу представить сегодня джентльвумен, это для нас большая редкость, это ведущая, радиоведущая, журналистка и просто хороший человек, хоть и считается, что хороший человек не профессия, но джентльмены так не считают. Итак, встречайте, у нас в гостях прекрасная и обаятельная Александра Ромашова. Здравствуйте. Рад вас приветствовать, дорогие радиослушатели и уважаемые телезрители. Так, значит, Саша, и дорогой Костя. Значит, ты в эфире, значит, у тебя час времени есть, поэтому говори коротко. Ну, как получится. Вот давай вот мы начнем, прежде чем мы начнем говорить о радиорокс и вообще о рок-музыке, и о том, что с вами произошло с этой радиостанцией, такое трагическое событие, можно сказать. Я хотел бы буквально несколько минут поговорить о выборах президента. Вот меня что удивляет, вот, а почему Медведев не баллотируется? Ну, не знаю, наверное, есть другие силы, которые решают за него эти вопросы. Да, то есть он получается, главное, никто не задается вопросом, ну что, расхотелось ему вообще быть президентом. Костя, я думаю, ты задаешь вопрос как раз тому человеку, который решает судьбы человечества. Именно я как раз занимаюсь решением, кто будет баллотироваться, кто нет, и тем более могу предугадать. А вот как ты думаешь, вот, давай, значит, ладно, я тебе сейчас расскажу такой анекдот, я его уже рассказывал, но он мне очень нравится. Значит, в Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, Ворона сидит на елке, держит сыр, подбегает лиса и спрашивает ее, Ворона, Ворона, ты за Путина будешь голосовать? Ворона, да, сыр выпал, с ним была плутовка такова. Ворона чешет лысину и думает, а сказала бы я нет, что бы изменилось? Вот такой анекдот. Ну, да, остается только печально улыбнуться. К сожалению, не мой. Вот я вот думаю, вот кто станет президентом? Вот на сегодня 2 марта. У тебя есть какие-то вопросы? Нет, я просто вот предполагаю, вот кто станет. Есть какие-то сомнения разве? Нет, сомнений нет. Просто я хочу сказать, что совершенно вот вся история президентства, первых секретарей, первых лиц государства России, начиная с начала 20 века и по сей день, она идет так. Лысый, волосатый, лысый, волосатый. Вот первым был кто? Ленин, он был лысый, правильно? Потом пришел Сталин, волосатый. Потом Хрущев, лысый. Потом Брежнев, волосатый. Потом Андропов, лысый. Потом Черненко, волосатый. Потом Горбачев, лысый. Потом Ельцин, волосатый. Потом Путин, лысый. Потом Медведев, волосатый. И у нас получается, вот из пяти кандидатов, у нас только два лысых. То есть это Зюганов, дядя Зю, и Путин. Дальше идут волосатые, Жириновский и Прохоров. И идет совершенно бородатый и седой Миронов. Так вот, я думаю, что голоса распределяются совершенно вот в таком порядке. Я думаю, что следующим президентом должна быть женщина наконец-то уже. Правильно, потому что у Путина две дочки подрастают. Я как раз не об этом. А я об этом. У нас все-таки не царская Россия, а у нас все-таки демократия и конституция существует. Нет, не это Путин. Из всех мне больше нравится Путин, конечно. Хотя мне мама говорила все время, вот она перед эфиром мне говорит, Костя, только не ругай наши порядки. Я ей все время говорю, ну мама, откуда в нашей стране порядки? Так вот, я хочу предсказать, как сложатся показатели выборов 4 марта. Это вот, заметьте, 2 марта. Значит, первое место Путин займет, поскольку он лысый. Второе место другое лысый займет дядя Зюганов. Третье, четвертое займут Жириновский и Прохоров. И на пятом будет Миронов, потому что с бородой в России, конечно, нечего делать первому лицу. Все бритые, ну только Сталин был с усами, ну это, так сказать, исключение. Сталин вообще исключение. Но он геолог, ему простительно. Он геолог? Да. Ну а нам-то нужно, чтобы был президент. Но будет президентом. Потому что бородатый, это, конечно, 19 век. Были бородатые крестьяне, бородатые купцы, цари у нас были бородатые. Усатые были гусары, матросы, солдаты. А 20 век это уже, вот заметь, все президенты европейские и западные, они все без усов, без бороды. Вот опрашивали женщин, какой самый красивый тип лица. Вот как ты думаешь? Это примерно был конец 70-х годов. Какой мужчина, вот тебе какой тип мужчины нравится? Или можешь конкретно назвать, какого-то артиста, президента? Мне нравятся разные мужчины. Тут дело даже совсем не во внешности, а в его каких-то других характеристиках, как в его обаянии, харизме. И тогда уже совсем не важно. Ну хотя, конечно, бородатые усы, это излишество. Ты правильно говоришь, что, конечно, внутреннее качество. Но тем не менее, все-таки по одежке встречает, и внешность, она очень важна. Ну, красавчиков я не люблю, как правило. Они редко бывают приятными людьми в общении. Потому что, тем более, для любви и семейной жизни совсем непригодны. Так вот я хочу сказать, вот этот опрос, который проводился среди женщин, идеальный мужчина внешне, оказался Ален Делон. Ну, это банально, скучно. Голубые глаза, бритое лицо, без усов, без всего. Правильничество лица. Такие светлые волосы. Вот это идеальный тип. И вот я вспоминаю, в Одессе продает женщина торговка раков. Ее спрашивают, а почему такие дорогие? Она берет одного рака и говорит, вы посмотрите, какой красавец. Ален Делон. Ну, хорошо, Саша. Все-таки мы хотели поговорить о радио Рокс. Вот. Что стало с радио Рокс? Что это за райдерский захват был? Ну, в принципе, та ситуация, которая произошла, она стала, с позволения сказать, логическим завершением всего того, что происходило на протяжении нескольких лет. Просто как получилось, что руководство как-то стало более равнодушно относиться к управлению радиостанцией, начали увольняться люди, началась смена какого-то там персонала. Ну, естественно, там, я не буду говорить про материальную сторону, про неполучение зарплаты и так далее. Все это тоже имело место быть. Ну, Путин не виноват. И медведев, да? Не думаю, да. Хотя Москва, конечно, здесь наложила свою руку и самым непосредственным образом. Вообще, все, чего, как мне кажется, вот не хочу обидеть никого из москвичей хороших, которые, возможно, здесь вот за кулисами присутствуют. А ты плохих обидеть. Да, ну, вообще, все, к чему прикасается Москва, все теряет сразу свой первоначальный нормальный вид, все прибредает какую-то вульгарно-коммерческую сторону. И практически весь город уже захвачен Москвой. Много ли у нас своих банков, своих радиостанций? У нас практически не осталось ни обыкновенной радиостанции. ФРК 5-й канал даже, вот возьми. Да, да. Федеральный, единственный федеральный канал. Вот, и то же самое и радио, и магазины, сетевые рестораны, и все остальное. У нас везде Москва, а недвижимость покупает Москва. Я вас очень люблю, дорогие москвичи, ну, вы знаете, так на стороне, когда вы москвен. Но когда вы накладываетесь руку сюда, может быть, конечно, вам кажется, что вы делаете какое-то благое дело для Петербурга, но я лично так не считаю. И то же самое произошло с радиостанцией «Радиорокс». Тут произошел конфликт собственников, рейдерский, нерейдерский захват, можно как угодно это назвать, но дело было очень некрасивое. И я уверена, что тут имело место и нарушение определенных законов, подделка каких-то документов. Сейчас бы не хотелось даваться подробностей, тем более, что я всего лишь просто сотрудник, я радиоведущая, хотя и с очень большим стажем. Но мы, работники, оказались заложниками этой ситуации, мы остались без работы на некоторое время. Ну, многие до сих пор, к сожалению, но я всем желаю своим бывшим коллегам удачи и найти себя в новой жизни, как-то приспособиться к ней. И сейчас вещание на частоте 102FM. Понимаешь, Кость, захват рейдерский, или вообще как бы то ни было, это не захват территории, где мы обитали, аппаратуры, людей. Волну захватили, да? Что? Волну захватили. Да, это именно просто пришли люди, показали документ и сказали, вот, все, переключайте. И розетку, ну, проводок наш, который был подключен к передатчику, перешел в Москву. И теперь вещание идет из Москвы. Что любопытно, что в Москве такой станции нет, она вещает только на Петербург. И когда мне, ну, посчастливилось, не посчастливилось, пообщаться с этими людьми, которые теперь управляют радиостанцией «Радио Рокс» из Москвы, я говорю, а интересно, вот, у нас же в Петербурге, в Москве, москвичи так любят вообще все московское. На что вы надеетесь вообще здесь? Здесь была своя какая-то определенная культура, подача материала, был свой сложный коллектив, программы, музыка своя, какие-то определенные традиции, круг слушателей огромный. В общем-то, это была одна из немногих станций, которая вот именно вещала из Петербурга, по крайней мере, на протяжении последних 13 или 14 лет, когда она перестала быть сетевой радиостанцией, распалась эта сеть в конце 90-х годов, радио «Рокс» в разных городах. Мы были сугубо петербургской радиостанцией. Теперь оттуда идет просто музыка, но сейчас стала появляться реклама. Иногда реклама отнюдь не рок-мероприятий, не рок-концертов, а там какой-нибудь разгуляет от радиошансу и так далее. Никто еще будет помянута. Ну, вот таким вот чередом все идет. Сейчас они, видимо, пытаются что-то сделать, но не знаю, насколько у них это получится. Я думаю, что, может быть, они ждут, пока закончится суд, разбирательство эти окончательно. Ну, так или иначе, я думаю, что при нашей жизни мы увидим окончательный конец этой истории. Так, у нас есть звонок. Давай угадаем, кто звонит нам, дама или джентльмен? Ну, наверное, мужчины вам чаще, мужчины, звонят. Я думаю, что... Нет, дамы тоже. Но я тоже думаю, что этот джентльмен... Говорите, пожалуйста. Даже после имитации покушения ваше мнение о Путине не меняется? Увеличение нищих в нашей стране больше, чем зло. Тоже ничего не говорит, Савис. Да, спасибо. Да, вот... А тебе вообще как лучше? Где жилось лучше? Вот при коммунистах, в СССР или вот в России? Я думаю, что это такой лукавый вопрос, потому что все мы... А ты лукаво ответь-то. Ну, хорошо, я лукаво отвечу. Естественно, когда был коммунизм, социализм, у меня было счастливое детство. Поэтому, естественно, мне жилось лучше. Это теперь я понимаю. Я тоже понимаю, что мне жилось лучше в СССР. Просто потому, что было детство, потому что юность и так далее. А сейчас, естественно, все проблемы решаешь с собой, и я как-то... И были девушки красивее. Вот я вот так вспоминаю, когда в СССР вот я жил, и мороженое было вкуснее. Мороженое было очень вкуснее. Водка была крепче. Ну, вот это я тебе могу сказать. Вообще алкоголь был... Ты не пьешь, да? Нет. И даже не курю, нет. Я вообще яркий, ярый противник курения. Но зато ты начинаешь водить машину уже, я знаю. Да. Да, вот мы об этом еще поговорим. Вот я вспоминаю такой анекдот, опять-таки немой, переходя к автомобилю. Останавливает гаишник машину. Откройте багажник. Ну, водитель открывает багажник. Там штук 20 вот таких ножей в багажнике лежит. Вот, ну, конечно, гаишник сейчас думает, буду вызывать подкрепление. Говорит, а что это такое? А он говорит, понимаете, водитель говорит, я жонглер. Я жонглирую вот ножами, вот. Ну, вы можете это доказать, спрашивает его гаишник. Ну, он вынимает эти 20 ножей и начинает жонглировать. Действительно, жонглирует, все классно. А мимо проезжают водители и удивляются. Надо же, какой теперь тест на трезвость придумали. Вот. Саша, а вот скажи, пожалуйста, вот мы сейчас немножко... Немножко от Радиорокс и от политики немножко оторвемся. А почему ты решила вот в таком городе, переполненном машинами... Сейчас машину может купить практически любой человек. Сейчас бензин дороже машины. Все заполнено машинами. Когда Петр Первый строил, он даже не знал, что это такое и что здесь будут такие вообще пробки. Я тебя поняла. Почему ты вот решила в таких условиях вдруг заняться вождением? Ну, как говорят русские, долго запрягают. Я тоже очень долго запрягала. Я собиралась пойти учиться очень долгое время. И поскольку вот как раз вот с Радиорокс эта печальная ситуация произошла, у меня время было. И я пошла учиться. Думаю, надо с пользой провести это время, пока у меня нет там конкретного места работы. И это время я провела с очень большой пользой. Действительно, я закончила автошколу, сдала экзамены. И начала понемножку водить. Это было в ноябре месяце, в начале декабря. Потом на зиму я решила передохнуть. Но вообще, если честно, тоже опять-таки это лукаво я отвечаю, потому что передохнуть я решила по объективному причину. Просто страх. Действительно, очень страшно на дорогах. И я как новичок, мне, естественно, очень трудно. И ты еще добавишь страху остальным, всем за руль. Ну, а что мне, боец? Я на джипах ездить не собираюсь, на таких гигантских. Танк тоже не собираюсь водить. У тебя такая дамская машинка, да? У меня пока вообще своей машинки нет. Даже нет еще. Машинка, которую я буду водить, она небольшая. Будет такая, да, божья коровка. Ну, хорошо. А вот все-таки возвращаясь к Радиорокс. Вот ты почти 20 лет проработала... 18 почти. 19 даже. 18, с 93-го года. С 93-го, а сейчас 12-й. 19. Ну, да, ну, вот. Вот, видишь, ты все хочешь убавить. В 11-м году уже прекратилось. Вот, я, можно сказать, воспитывался на твоих передачах. Ой, только не надо так говорить. Нет, просто ты сама вот говорила, что целое поколение было воспитано на твоих передачах. Ты сама мне сказала. Мне действительно частенько так говорят, я выросла на ваших передачах. Программа электронной этнической музыки «Лунный город», которая многим очень известна. Она была единственной в Петербурге. Сейчас она восстанавливается на новом радио, так что история продолжается. И действительно, я слышала такое. Ну, я тебе в ответ хочу сказать, Костя, что я тоже выросла, если не на твоих книгах, то на твоем юморе, по крайней мере. Потому что мы друг на друге выросли с тобой. Слушай, Сашенька, а вот скажи, пожалуйста, а вот сейчас вот в связи с тем, что вот радио «Рокс» теперь в том виде, в каком оно существовало в Петербурге, уже его нет, ты перешла работать на новую радиостанцию, которая называется «Фонтанка-ФМ». Это не совсем переход. Это получилось таким образом, что, ну, радио, это все равно... То есть вы сами создали ее? Как бы то ни было, да. Радио, это все равно коллектив. И вот те люди, которые на протяжении всех этих лет, кто-то чуть больше, кто-то меньше, делали это радио, пять человек. Наш технический... Александр Цыпин. Александр Цыпин, конечно, это наш руководитель проекта. Я, ваша покорная слуга, Михаил Яруков, легендарный ведущий петербургского ФМ-диапазона, Женя Глюк, который известен своей программой «Русский рок», своим театром «Прекрасная вампука», и также как ведущий телеканала «Вот». Вот эти вот пять человек по инициативе Александра Цыпина, потому что он самый энергичный из всех нас, создали свою радиостанцию. Но нужно было найти, ну, как сказать, крышу, не крышу, но нужно было найти тех, кто нас бы приютил. И у нас, поскольку были давние, хорошие, очень такие дружеские контакты с известнейшей петербургской, ну, я сказала, номер один, петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру», это знаменитое рекламное, ой, простите, информационное агентство, которое делает петербургские новости на протяжении тоже почти, наверное, 20 лет. И мы давно хотели сделать какой-то эфирный проект вместе с ними. И когда Александр Цыпин обратился к ним и сказал, вот давайте сделаем вот такое вот дело, они сказали, мы как раз, у нас была идея создать радиостанцию, но, к сожалению, пока это только интернет-проект, то есть в FM-диапазоне вы нас пока не ищите, но у нас большие очень планы, мы только начали вещать в декабре, и мы хотим выйти на спутник, и в перспективе, конечно, в FM-диапазон, потому что, понимаешь, получилась такая история, что у Москвы есть частота вещаний, но нет ни идеи, ни людей, ни программного наполнения. У нас есть все остальное, программное наполнение, люди-специалисты, готовые продукты эфирные, которые сейчас в интернете вещают. У нас есть своя очень благодарная, пусть пока, конечно, не такая большая, как в FM-диапазоне аудитория, но я надеюсь, что, может быть, кто-то сейчас удивится, увидев меня, и узнает, что есть «Фонтанка». А дальше перспективы какие? Вы будете только в интернете развиваться? Я тебе говорю, что у нас как раз планы в спутник и FM, конечно, есть у нас такие планы, но, с другой стороны, интернет – это наше будущее. Посмотри, какими темпами сейчас развивается все, что связано с интернетами. Интернет-телевидение, какие появились даже телевизионные каналы в интернете, которые имеют огромную аудиторию, их постоянно цитируют, они популярны, и на них ссылаются. Я не буду сейчас называть. Но я все-таки хочу сказать, что телевидение все равно не переплюнуть. Да, но телевидение тоже сейчас переживает свое превращение. Даже обычное радио, которое кухонное. Да, безусловно. Но, Костя, видишь, сейчас растет новое поколение. Пока живы, дай бог, наши родители, это радио существует. Но многие из молодого поколения, 20-летних, они даже не представляют, что у них на кухне есть радио. Так а не надо представлять. Ты заходишь на кухню там вскипятить чайник, и у тебя радио само что-то говорит. Ну, не у всех оно подключено в новых домах. Не все знают, зачем эта розетка. Да, безусловно. И также телевизор. Ты заходишь в комнату к бабушке, к родителям, а у них какая-то передача идет. И ты волей-неволей смотришь это, слушаешь, пока там возишься что-то. Да, конечно. Но другое дело, что сама идея радио, безусловно, так же, как и телевидение, она никуда не денется и не пропадет, но оно приобретает новые формы. То есть просто радио сейчас очень... Вот кто мог предположить раньше, что будет такое движение, такой трафик в городе, столько автомобилей. И ведь в каждом слушают радио. Сейчас это FM-диапазон. Но когда я пришла в FM-диапазон работать в 93-м году, радиорокс была первой FM-радиостанцией. И когда я начинала там работать, я говорю своим знакомым, вот 102 FM, да. И я говорю, ой, а у меня нет такого, у меня УКВ-приемник. В те годы у всех были УКВ-приемники, и даже когда из-за границы привозили импортные с FM-диапазоном, их переделывали в УКВ-диапазон. Но буквально через пару лет все изменилось. Насколько сейчас заполнен, заполонен FM-диапазон, мы не будем говорить про качество этого вещания. И сейчас вот совершенно новая эра. Я считаю, что вот то, что происходит, и сейчас в автомобилях, вот ты хочешь верь, хочешь нет, но многие слушают интернет-радио. Это стало доступнее. Интернет становится все дешевле, все доступнее. Его качество тоже улучшается. И поэтому, я думаю, интернет-радио как раз, оно дает человеку, во-первых, выбор. То, чего нет в FM-диапазоне, здесь вы можете всегда в себе создать выбор. Но с другой стороны, Сашенька, вот смотри, миллиард сайтов, чтобы даже вот перечислить их названия, не хватит всей жизни. Согласна. А, допустим, телепрограмм, ну там 40 вот набор, 40, там 30. Да больше гораздо. Нет, конечно, больше, но вот обычно смотрят люди, есть некоторые люди смотрят только первый и второй канал. Да. Все. Дальше уже на НТВ они не двигаются уже. Первая, вторая кнопка, все. Или радио обычное, кухонное. Сразу же 100, там 150 миллионов, ну там 140 миллионов, слушают это радио. Ну ты хочешь спросить, кто нас в этом потоке найдет? Нет, я просто говорю, просто к чему, мне кажется, что вот интернет, наоборот, будет все время сужаться аудитория. Будет вот так вот, какая-то радиостанция, у нее 100 человек поклонников. Или какой-то писатель, у него 100 поклонников читателей. Вот такие будут маленькие группы. Мне кажется, вот в мире вот так вот будет развиваться. Аудитории будут все время сужаться. Ну, Костя, конкуренция, она всегда имела место быть. Будь то радио, будь то телевидение, будь то какой-то оригинальный продукт, книжный рынок, ресторан, все что угодно. И тем не менее, все находят свою аудиторию, все находят своих поклонников. Я более чем уверена, что любой продукт, если он сделан качественно, а мы все-таки претендуем на то, что мы профессиональный радиопродукт, нас делает профессиональная команда, у нас абсолютно... А сколько у вас радиослушателей? Я пока не могу точно сказать, потому что мы не вели таких наблюдений. Но я думаю, что в районе нескольких тысяч. Возможно. Я пока не могу точно сказать это, потому что тем более, что их число постоянно возрастает. Еще не все знают о существовании. Мы только начинаем, и все-таки это совместный проект. То есть аудитория читателей Фонтанки.ру, она потенциальная аудитория Фонтанки.фм, и наоборот, соответственно. И я думаю, что вот это вот сотрудничество, оно приведет, безусловно, к расширению аудитории. Вот, Саша, я тебе хочу спросить вот такой вопрос, что мне кажется, вот радиоведущим легче работать, чем телеведущим. То есть вот не надо краситься, ну, хорошо одеваться. Вот я знаю одного, даже директора одного канала, не буду говорить, какого радиоканала, он очень любит с 12 ночи до 3 ночи сам вести прямой эфир. Он до трусов раздевается, ноги на стол, куча у него тут пива всякого, и он балдеет. Ему задают вопросы, он ставит музыку, отвечает на вопросы, и никто его не видит. Я думаю, что это миф, безусловно. Во-первых, если бы он поставил, ты мне, по-моему, в прошлый раз рассказывал, что он ставит ноги в тазик с водой, то его бы просто убило бы электричеством давно, во-первых. Во-вторых, пиво... Слушай, а что, через тебя электричество проходит, когда ты... Через меня столько всего проходит, вредно, вот, ты даже не можешь представить. Вот это хорошо сказал, через тебя столько всего проходит. Ток, ну, вот, пока мы работали в ФМ-диапазоне, ток высокой частоты. Опаснейшая вещь, на башне за это телевышки. Болоко давали и платили. Дополнительные деньги. А то, что не нужно выглядеть хорошо на радио, это тоже ерунда. Во-первых, я женщина, мне нужно всегда выглядеть хорошо. А во-вторых, у нас сейчас такая техника, что в радио можно видеть, у нас стоят веб-камеры, и слушатели могут меня разглядывать буквально под лупой, поэтому макияж и одежда здесь обязательно. Они это обсуждают. К тому же у вас сейчас уже есть видеопоток, то есть вы одновременно... Да, он ел, с самого начала был, да. Да, еще на радио Рокс тоже были у вас камеры, веб-камеры маленькие, да? Да, и сейчас, то есть не только гостей, но и ведущего постоянно... То есть параллельно идет видео. Что он поел, что он попил за пультом, как он почесался там, извините, ну, всякое бывает, мы же тоже люди, как поквырял носу там, не дай бог, перед веб-камерой. То есть они все это видят, они все это обсуждают. И подражают. То есть чат, не подражают, конечно, но высказывают свои замечания. Да, хорошо. Ну, у нас несколько раз заходила речь о рекламе. Я тоже хочу сделать небольшую рекламную паузу. Хочу сказать, что 9 марта в пятницу в 17.00 в клубе «Книги и кофе» у нас будет выступление, то есть буду выступать я. Под названием «Джаз-юмор» будет выступать джазовая певица Диана Аганезова и пианист Василий Милкин. Так что приходите, 9 марта, Набережная Макарова, 10.00. Это в центре современной литературы и книги. Клуб «Книги и кофе». Константин, то есть ты хочешь сказать, что сейчас вот буквально на наших глазах рождается нечто совершенно новое, новый жанр, то есть объединение, можно сказать, джентльменства и прекрасной джазовой музыки. Да, джаза и юмора. Да, мы попробуем необычно провести этот концерт. А что будешь делать ты конкретно? Ну, во-первых, я буду вести этот концерт. Вот, значит, Диана Аганезова, Василий Милкин. Она поет, а не джазмены. Он играет на пианино джаз. Я попробую задавать вопросы. То есть такое интервью будет прямо перед зрителем. Между каждой песней. Музыкантом? Музыкантом, да. И в то же время я буду сам тоже какие-то читать свои афоризмы, свои шутки. Вот. Сейчас вот ты превратилась в телеведущую. Ну, это очень трудно искоренить, потому что нужно все время держать под своим контролем все, что происходит в такой разговор. Я хочу сказать, что когда я пригласил Сашу, она не сразу согласилась. Хотя уже второй раз у нас. И первый раз не соглашалась. Потому что она почти 20 лет, как я сказал, радиоведущая радиорокс. И она привыкла сама задавать вопросы. Ну, вот как оказалось, она еще и хорошо отвечает. Вот. И вот давай мы все-таки коснемся моды. Вот ничто так быстро не проходит, как мода. Вот самая быстро приходящая вот эта мода. Почему вот джентльмены, они консервативны. Они могут 50 лет ходить в одном и том же... Мужская мода вообще консервативна. Мужская мода, да. Вообще мода... Вообще, что это такое мода? Мне кажется, она появилась где-то лет 500 назад, в эпоху Ренессанса. Мода. Ну, тут трудно сказать. До этого люди столетиями одевались одинаково. То есть, какие были, так сказать, материальные возможности, так они и одевались. Вот немцы придумали... Так, а сейчас разве не так? Нет, а сейчас диктуется мода просто... Какие есть возможности, так и одеваешься. Ну, нет, но диктуется мода... Сашенька, вот смотри, мода диктуется вот этими кутюрье. Вот сейчас вот даже школьник, там, пятиклассник, он не будет носить то, что ты ему там вот скажешь, вот у меня вот тут есть вот новое совершенно, вот там пиджаки, вот они не будут носить. Они носят какие-то кофты, и там вот они знают, какой-то капюшон, он должен так откидываться, какая-то лейба тут должна быть. Я тебе хочу сказать другое. Школьники даже, не то, что там девушки и юноши. Я тебе хочу сказать другое. Все немножко не так. Наоборот, тебе любой кутюрье скажет, что моду как раз диктует улица. То есть, они черпают какие-то идеи вот именно с того, что видят на улице. Потому что невозможно. Они видят какие-то тенденции, вот как рассказывал мне мой замечательный парикмахер Александр, увидели на улице, что вот какая-то девушка, но она просто сожгла себе прядь волос. Другой девушке показалось, что это какая-то оригинальная идея. То есть, это не косметический дефект, а какая-то оригинальная идея. И она сделала себе так же. Ее подруги это увидели, и пошла вроде бы мода на милирование или на какие-то пряди цветные и так далее. Вот так же и с одеждой это происходит, и со всем остальным. То есть, мода, безусловно, диктует улицу. Вот ты берешь, откуда это появляется. Вообще, все появляется откуда-нибудь, может быть, из каких-то мелочей. Вот как писал Ахматова, когда вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Ну и так же мода, откуда это все пошло и так далее, это понятно. Но вот ты вообще себя считаешь жертвой моды? Безусловно, нет. Я взрослый человек, к сожалению, у меня нет таких безумных материальных возможностей, чтобы закупать какую-то модную, трендовую, как это сейчас говорит, одежду. Но я стараюсь выглядеть. Я считаю, что мода – это вещь проходящая, а вот стиль – это то, что остается с нами навсегда. Я стараюсь соответствовать своему какому-то выбранному определенному стилю. Классическому. Скорее всего, да. То есть ты такая вот дама. Классическо-романтичная. Да-да-да. Классика, романтика, ну это и есть, да, классика. Да, хорошо. Ну, вот ты даешь в эфир новости. Ты делишь новости на хорошие и правдивые. Хорошие и правдивые? Да. Вот как ты их отбираешь?